Ну а в селе Урок Соколокского района сегодня состоялось заседание Совета старейшим, где приняли участие представители Кыргызской и Турецкой диаспоры, а также местные жители. В нем обсуждался конфликт, который произошел накануне. Напомним, утром 5 июня после Айтнамаза в селе Урок подрались подростки. В сетях также появилась информация о том, что это происшествие носит межэтнический конфликт. Однако, как оказалось, это лишь хулиганство. Нынешнюю обстановку с места событий узнавала Айзада Урунбаева. Накануне недалеко от Бишкека произошли массовые беспорядки после драки двух подростков. Эти беспорядки в селе Урок Соколокского района некто даже обозначил межэтническими. Однако, как и в любом поселке, в селе Урок живут люди разной национальности. Сегодня Совет старейшин поселка провел собрание и решил данный вопрос. Я думаю, сегодня мы завершили тот период, когда люди пришли к единству, к согласию, потому что им здесь жить, им здесь трудиться, им здесь дальше растить детей и так далее. Поэтому я думаю, что сегодня старейшины села, сегодня старейшины и молодежь Урокского Аймака пришли к единому, чтобы дальше не было таких беспорядков, чтобы дальше не было непониманий. Поэтому пришли к единому согласию. Единое согласие в том, что обе стороны не имеют каких-то претензий друг к другу, а будут жить в согласии в мире и благополучии. В Министерстве здравоохранения сообщили, что состояние двух 15-летних подростков, поступивших в больницу, стабильное. У одного закрытая черепно-мозговая травма, у второго такая же травма и ушиб головного мозга. Это детская драка и она не может спровоцировать вражду между односельчанами, отмечают представители турецкой и каргасской диаспор. Мы договорились и пришли к согласию. Я благодарю всех жителей Аксакалов. Я думаю, что обе стороны, когда эти горячие головы остынут, все-таки придут к одному решению. Мы здесь уже 75 лет живем и всегда помним наши старики, что говорили. И мы никогда не забываем, мы, турецкая диаспора, всегда за, чтобы было согласие междунациональное. Мы всегда во всех этих участвуем, чтобы междунациональное согласие было на высшем уровне. Мы со всеми диаспорами очень дружим. И особенно с киргизской диаспорой. И хотим, чтобы в Кыргызстане был мир, покой. И чтобы наши дети жили спокойно здесь. Это зависит от каждого из нас. Ибо каждый из нас должен осознать, что он граждан Кыргызстана. Это наша общая родина, общая земля. Мы единый народ. Если кто-то начинает выпрячивать себя или считать себя каким-то богатым или особенным, там, естественно, другой будет недовольный. Надо, в первую очередь, нормальным человеком, с нормальной культурой, с нормальным отношением к другому человеку. Ранее в селе собрались родственники пострадавших, которые призывали к провокационным действиям. По информации МВД, некоторые собравшиеся родственники и односельчане сожгли сток сена в одном из домов, разбили камнями окна примерно 12 домов и стекла автомашин, припаркованных во дворе. Уже на протяжении двух суток, значит, силами, личным составом Министерства внутренних дел ведется работа по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности граждан. Сил и средств Министерства внутренних дел для поддержания порядка достаточно. Ну а сейчас обстановка в селе Урок Соколыгского района стабильная. Сегодня свыше 200 представителей как кыргызской, так и турецкой диаспоры, а также Совет Старейшин пришли к мирному соглашению. Кроме того, здесь за порядком следят представители Министерства внутренних дел, собравшиеся надеяться, что это был в первый и в последний раз, ведь Кыргызстан – это многонациональная страна. Айзада Урумбаева, Бакыт Мамацаев, Пирамида.